Всем привет, друзья! Рад приветствовать на своем канале! Сегодня у нас большая посылочка, я уже на почте её вспомнил, так как почтальона мне понравилась, что она звенит, она делает вот такой звук. Но там ничего стеклянного нет, там всё нормально. Так, сегодня у нас приехал небольшой светильник, который если бы заказывал. Так я возьму немного жизнь по пеналам, но в целом, внутри должно быть всё нормально. Это вот пенопластовые коробочки. Открываем и смотрим, что у нас здесь приехало. Так, это всё убираем. Итак, я заказывал светильник на стены вообще, но пока он не летел, я придумал, куда я буду его использовать, поэтому будет другой сценарий у него жизненный. Вот такая вот штука. Сейчас я всё достану. Здесь у нас звенит. Здесь у нас звенит клетушь. Вот, в общем, вот всё, что есть в комплекте. Планочка крепления, клеммнички даже есть, шурупы, кусочек провода. Вот сам светильник, собственно. Я потом вставлю картинку, где покажу, как он выглядит в сборе. Вот, кстати, вот такой вот вещь. Весь металлический. Да, весь металлический. Покрашена чёрную матовую краску. Внутри под стандартный Е27 цоколь. Кобелёчек. Здесь откручивается. Да, где-то всё можно снять. Надо потом посмотреть, как она фиксируется. Вот такими барашками. Боковыми барашки. Барашки пластиковые. Да, ну, надеюсь, проживут долго, в принципе. Вот здесь такое шарнирное соединение. Какое-то, честно говоря, стрёмное, но посмотрю, как оно собирается. Вот. Да, то есть кабель, походу, заходит сюда. И здесь он должен как-то проворачиваться. Ну, как-то это опасно, конечно. Кобелёк внутри идёт, возможно, повреждения. Но это посмотрим сейчас попозже. Так. Вот это у нас основание. Основание. Судя по тому, как звенит. Основание у нас тоже металлическое. Вот такие зажимы для кабелей. Но, скорее всего, я их использовать не буду. От слова совсем. Крепёжные болты, втулочки. Это пластиковые штуки для саморезиков, для дубелей. Ещё болты какие-то. Не планкеты, скорее всего. Вот всё хозяйство, которое есть в комплекте. Ну, я сейчас попробую собрать. Посмотреть, как оно будет выглядеть. Хотя бы в желании. И так. Я взял отверточку. Пару клеммничков. Попробую, кстати, эти клеммники. Взял кусок кабеля с вилкой. Сейчас попробуем собрать, включить. Посмотрите, вообще работает ли не работает светильник. Ну, кстати, по самому светильнику ещё. То есть покрытие, в принципе, более-менее качественное. Хотя есть косяки. Вот, допустим, вот здесь. Но, во всяком случае, есть вентиляционные отверстия. То есть, если светильник будет стоять так, то хотя бы тёплый воздух будет выходить. Не будет перегреваться лампочка. В принципе, я тут вполне использую светодиодную лампочку. Поэтому, как бы, охлаждение ей более-менее надо хорошее. Но посмотрим. Шарнирное соединение я уже показывал. В принципе, здесь, смотрите. Вот такие зубчики. С одной и с другой стороны. Чтобы была хорошая фиксация. Единственное, меня вызывает вопрос. Вот здесь кабель проходит внутри, возле гайки. Чтобы здесь его не зажимало. Но если аккуратно зажать, то, в принципе, думаю, всё нормально будет. Так, вот так мы его зажимаем. Вот. Степень свободы вот так крутится, вот так крутится. Так, ладно. Кобелёк, в принципе, для светодиодной лампочки нормальный. Толщины. Концы лужёные, видно. Якобы медь. Жёлтая, во всяком случае. Одеваем эту крышечку. Здесь можно гровер положить. Пластиковый сначала. Потом гровер. Здесь гаечки две. Кстати, разные толщины. Попробуем эту потолще. Так. Есть. То есть, вот так. Вот так оно планируется стоять. И, скорее всего, так он у меня будет зафиксирован. То есть, его можно на стену крепить вот в таком положении. Но я, скорее всего, поставлю его на столешку. Посмотрим потом больше. И будет он у меня, наверное, стоять вот так. Он не особо тяжёлый. Я думаю, здесь ничего не поломается. Всё выдержит вес. Так. Ну, попробуем клеммники, которые идут китайским набором. То есть, они просто вот зажимные. Похожи. Ну, как? Похожи. Работают как ваговские, но без пружинок, без ничего. Просто пластиком нажимается и кабелёк зажимается. Попробуем сначала их. То есть, как бы использовать их я особо не рекомендую. Но попробовать можно. Ну да. Туда ещё надо ставить для начала кабель. И это не особо-то и получается. Ладно. Один есть. Так. Ну, как бы вставил. Теперь с обратной стороны. Так. Ну, вот как бы так. Ну, вообще, что-нибудь клеммники какие-нибудь нормальные. Либо реально тот же ваг, либо какие-нибудь зажимные такие. Лампочку взял, пока та, чтобы под рукой была. Обычный цоколь Е27, я напоминаю. Вкручивается вроде бы хорошо. Сейчас попробуем включить. Надеюсь, ничего не взорвётся у нас. Ага. То есть, всё? Всё окей. Нигде ничего не коротит. Вот смотрим, как работает. Вот такой вот угол освещения. Точнее, вот такое световое пятно. Плафон, надеюсь, нагреваться особо не будет. В принципе, нечему там нагреваться. Если будет там небольшая световодневная лампочка. Вот. На пять, на шесть. Ну, в общем, вот такой вот обзор. Чуть позже я покажу, как её приспособлю себе на стол. Скорее всего, для освещения рабочего пространства. И продолжим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...